Первая распаковка товаров с Алиэкспресс 2023. Здравствуйте, с вами Ёж, вы на канале Алигид и хорошего вам настроения. Друзья, продолжаем рубрику распаковок. Правда, сегодня у нас немного товаров, ну порядка пяти всего. Однако здесь есть очень интересные коробочки, которых, если честно, я сам даже уже не помню. Заказаны, естественно, были в том еще году. И что здесь находится, понятия не имею. Как и обещал, все вместе с вами распаковываем. Так что сейчас для удобства сдвинем все в сторону. Ну а вы завариваете какой-нибудь полезный чаек, берите что-нибудь полезненькое, вкусненькое. Ну и начнем все это окрошить, распаковывать. Погнали! Так, друзья, начнем, наверное, с самого маленького и уже подойдем к самой большой коробке. Вот, по-моему, вот этот пакетик самый маленький. Конечно, вот эта мелочевка, вообще даже не знаю, что тут может находиться. Потому что по-разному она приходит, чем меньше, а по размеру товара, чем, как правило, он дольше идет. Тем более здесь, вон, консолидированная упаковка. Вообще в ней несколько разных маленьких, совсем маленьких пакетиков. Как интересно. Честно, уже заскучился по всему вот этому. Ну и между нами говоря, распаковку снимать, естественно, гораздо проще и быстрее выходит видео. А мне сегодня уже нужно выпустить этот ролик. Именно поэтому сейчас распаковка-то и вышла. Так, друзья, в общем, здесь женское нижнее белье. Почему бы нет? Все делается в Китае. Почему бы не заказать оттуда? Тем более там много интересных предложений и тому подобное. Распаковывать не буду. Ссылочки на все эти товары вы можете найти в описании под этим видео. И посмотреть, что это такое. Приобрести для себя, для своей любимой и так далее. В общем, есть одни труселя. Здесь, по-моему, все то же самое. Ну, так вот. Закупился как-то разок. Знаете, вспомнил. Надо. У нас просто пес, который, как фетишить, все жрет. И носки, и все вот это подобное. Оп! Какой-то фанат веревки. На самом деле, эту веревку уже случайно заказал. Потому что думал, ну, забыл. Заказал первую. И забыл, что уже заказал. И заказал второй раз. Вот. Ну, хорошая веревка. Уже не раз ее показал на своей распаковке. Уже, по сути дела, третью беру такую вот. Если что, ссылочку также оставлю в описании под видео. Для куда-то в походных условиях. Кемпинг. Так называемого. В общем, самое, что ни на исту, может пригодиться. Крепкая, надежная. Так, с этим консолидированным закончили. Давайте-ка распакуем, что у нас вот в этом плоском. Вроде как нижнее белье уже все закончилось. На самом деле, я не так же много его заказал. Что тут такое? А, тут уже мужская тема. Правда, далеко не всем сейчас в современном мире нужна. Ну, а мне нравятся такие всякие штучки. Это вот такая штука, знаете, засапожный. Ну, нож. Ножны для как раз-таки засапожного ножа. То есть, нам будет крепить, сидеть на ногу. Удобно. Очень удобно. Кожаный. Тоже ссылочку оставлю. Вдруг кто кому. Ну, знаете, там кто-то рыбак, охотник и еще кто-то. Удобно. Никогда здесь. Ну, а удобнее, когда и здесь, и там, и еще вот здесь висит. Этого добра мало не бывает, особенно где-нибудь в лесу. Так, давайте-ка вот эту коробочку откроем. Вроде уже что. А, это фонтанчик. Ну, чуть-чуть запоздал. Я, конечно, хотел для атмосферы это в момент вот этих вот, так называемых, новогодних праздников. Чуть-чуть поздно пришел. Интересно, как тут все поставляется. Потому что, ну, там в себе конструкция хрупкая. Мало ли все. Опаньки. Вот такой вот фонтанчик. Ну, наверняка видели где-то в магазинах. И здесь можно в местных все это приобрести. Почему бы нет? Тут у нас питание. Провод с евровилкой. Так что ничего менять не нужно. Никакие переходники не нужны. Это, по-моему, как раз-таки насос с лампой. Насос, он уже LED-лампа. И он еще будет как отпаривателем, как испарителем. Вот эти вот есть, как увлажнители воздуха. Он еще будет создавать такую атмосферу. Здесь такой вот типа дымок будет, знаете, влажный. Интересная штука. Ссылочку я оставлю. Там можно посмотреть как раз-таки видео, как эта штука вообще работает. Что она себя представляет. Еще надо собрать. Их надо вот на это дерево собрать. И будет выглядеть, ну, в принципе, уже более интересно. Ну, да-да-да. Вон они все здесь воткнуты. И вот на эти ветки надо их как раз-таки воткнуть. И, в принципе, будет вполне себе нормально выглядеть. Вот здесь должен такой вот водопадик быть. Отсюда такой пар красивый, разноцветный RGB. В принципе, вот инструкция, все понятно. Куча этого пенопласта. Ладненько, давайте-ка посмотрим вот это. Вроде коробочка поменьше. И ее и распакуем. Здесь, по-моему, должен быть проектор. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, какие молодцы. Первый раз такое вижу, чтобы вот такой вот спасательный шлет для удобства. Друзья, проектор от Зиммера, модель D1 Pro. Очень похоже на VVC на одной из моделей, которая тоже очень сильно расхвалила, потому что есть за что, он мне очень нравился. Вот, а это вроде как подобное что-то, но уже обновленное, современное. Чуть поярче, чуть пошустрее. Ну, посмотрим, какой этот, что этот из себя представляет. Сейчас, кто смотрит мой канал, тут, наверное, помню. Хотя нет, друзья, нет, он скорее больше похож визуально. Да, он совсем другой. Он скорее на Fijime, что-то такое, или Xiaomi. Оп, ну, пленочку сейчас снимать не буду, наверное, до обзора приберегу. Здесь вот красиво название бренда, всякие вот светодиодные подсветки будут. Смотрите, какой он, ну, достаточно миниатюрный. В принципе, конечно, в кармане его не потаскать, но в рюкзак с собой кинуть вполне себе. Я просто навел справки, вот эта ферма Зиммера, она, ну, достаточно качественная, должна проекторы поставлять, отзывы у них очень хорошие. Но, единственное, что пока что еще не у нас. Вот, а вот в других странах, они также продаются, по-моему, на зоне не смотрел, но вот на Амазоне, на всем вот этом, в общем, в других странах очень хорошо, там рейтинги высокие, отзывы тоже отличные, фотографии выкладывают, в общем, все дела. Ну, а по комплектации все как обычно. Блок питания, единственное, что он выносной, HDMI коротенький, силикогель, можно в обувь кинуть, да. И дистанционный пультик, самый, что ни на есть, обычный, ну, да, минимум кнопок, всех самых необходимых. И, по-моему, нет, батарейки нету, ну, естественно. Если, друзья, вам интересен обзор на этот проектор, пожалуйста, напишите в комментарии об этом, ну, и постараюсь в ближайшее время сделать как раз-таки обзор, потому что, ну, надо уже. Вообще, у меня здесь есть еще подо мной здесь вот компьютерные комплектующие, которые уже как года два надо собрать, но все никак не доберусь. там уже все, уже половина из этого уже не продается, но все равно собрать надо и показать, что мне из этого получится. Так, тут, возможно, тоже проектор, хотя форма достаточно странная. Ну, вроде как видеорегистратор я сейчас не жду, а что еще может быть такого размера? Ну, сейчас увидим. Вот здесь, опа, о, новиночка от Bentac. Вот это очень интересный проектор, на самом деле, я думаю, многим будет он, во всяком случае, любопытен. Потому что Bentac, как правильно там называется, по-моему, даже корейская, насколько я помню, фирма, ну, Китай делает что-то такое, но, или даже из Кореи она делает. В общем, они чуть подороже, ну, для своих характеристик, но матрица у них настроена абсолютно иначе и вообще в целом абсолютно иначе все. Кабель питания с евровилкой, все хорошо, HDMI, что там еще вывалилось, пультик, инструкция, в инструкции, наверное, конечно же, нет русского языка, ну, конечно. Так, и проектор. Вот такой вот красавчик, тоже, смотрите, совершенно необычная форма. Вообще, да, друзья, совсем другой дизайн, видите, такой вот закругленный, здесь у него сразу же вот под логотипом Bentac две камеры, которые будут вот эту вот автофокусировку настраивать, автофокусировку и выравнение трапеции. Так, кнопки управления, ну, и по интерфейсу все просто, наушники, два HDMI порта, что хорошо, и что и тоже очень хорошо, два USB порта, и К-порт, хотя пульт, по-моему, должен по блютузе переходить, и можно будет направлять куда угодно. Вот, кнопка включения, все, все. В принципе, динамик. А здесь, кстати, чистится, да, здесь у нас, да, смотрите, сеточка, все можно почистить, протирать, ухаживать. О, вот она здесь прям крутая. Знаете, как бывает, суют вот эти вот мелкие, тоненькие-тоненькие, прозрачные, а здесь все-таки толстая пыль, как говорится, не должна пройти. Байнтек модель К-45. Тоже, кому интересно, пишите в комментарии. Посмотрю, на какой из этих проекторов ваших, ваше любопытство будет больше, и на то-то и сниму в ближайшее время обзор. Вот такая вот у нас, друзья, была первая распаковка в 2023. Шустрая, немного товаров, но я надеюсь, все же была полезная, может быть, что-то для себя увидели интересненькое. И, как я и говорил, все ссылки на товары вы можете найти в описании под этим видео. Если было полезно, интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и пишите приятные комментарии, ну и на что хотелось бы увидеть обзор в ближайшее время. Всем желаю любви, добра, осознанности и мира в сердце. С вами был Ёж, пока!